Всем привет! Есть у меня вот такая чудесная бензопила с очень нестандартной причиной поломки. Как мне сказал владелец, такое ощущение, что у него компрессия слабая. Заводится, работает, а подносишь к дереву, она пилить не хочет. Давайте вместе попробуем посмотреть на это явление. Я бензин с нее сливал вчера для своих нужд. Бензопила у нас Макита. Ни маркировок, ни хрена. Все наклейки подклеились. Конкретно это не какая-то Макита, а, ну сами вы наверное поняли, 45-52 кубика, я даже не знаю сколько здесь, 52 наверное. Шина вот такая, они зачем-то поменяли, говорили, стояло еще больше. Это 18-я была походу 20-я, или это 20-я, не 18-я. Так, я смотрю здесь, праймера-то нету. Тяжелая она, как я не знаю что. Сами понимаете, это никакая не Макита. Еще у меня какое сейчас предположение. Я сейчас видел ЕФКО 510-й, 560-й, правда там такой зализанный весь этот, но по сути это тоже самый Камад Сузенах 500-й или 455-й, с которых все пошли лепить вот эти вот мензопилы. Для сравнения, она широкая, тяжелая, я вам сейчас покажу все то же самое, только Парма. Реально, я не знаю как через камеру видно, но она гораздо компактнее и немного легче. А в основном это все одно и то же. Еще есть какие предположения, почему. Продажи похожи на то, что вот таких пил очень идут неплохо, все их покупают, потому что марок, наверное, 50 видов вот таких вот пил. И, как мне кажется, производители данных бензопил где-то в Китае закупают эти движки на заводе, их массово производят. Может, даже не один завод, потому что очень много, большое количество этих бензопил. И просто у себя где-то уже на предприятии, наверное, это мои предположения, просто ставят свой обвес. Вот и все. Здесь вообще вот алюминиевый. Сам блок, понятно, но еще и стартер. Хотя это крышка пластиковая, вот ее лучше бы сделали алюминиевой, чем эту. Ну, ладно, пробуем запустить. Ладно, пойдем, сейчас попробуем пизднем, как это чудо пили. У нас сегодня солнышко. Хорошо на улице. Шумные компании разъехались. Я вчера маленькой пилой пилил. Отлично нашпарило. Сейчас попробуем, как у нас тут что пилить. Или не пилить. Боится дерево. Синдром такой. Вот и все дела. Работает отлично, но пилить не хочет. Не предназначено для этого. Я как бы сразу это увидел. Почему? Как будто оборвало редуктор. Короче, смотрите. Видите? Цепь на звездочке не сидит. Вот так вот. Цепь я, конечно, поставил на место. Удобно все сделано. Конечно, здесь вот быстрый доступ к фильтру. Крышку уже сломали. И фильтр не снимешь. Потому что здесь провернулась резьба. Надо сейчас... Нет, снять-то можно. Но сейчас надо что-то подложить, скорее всего. Я ее помню еще по бензопилу. Когда она новая была. Мне ее приносили. Я ее в работу запускал. Смотрите. Но при всем при этом... Какой карбюратор стоит. Читать умеете? Ну вот. При всем при этом. Макита все-таки. Ё-моё. Родич Далмара. Если бы немцы знали, что у них такие родичи были. Наверное. Это Макиту Далмара своего не продали. Так. Ну вот сюда надо поставить. Сначала промыть. Поставить резиночку. Эту шпильку вытащить. Ой. Да. Тут уже резьбы совсем нет. Будем сейчас что-то мудрить. Так. Поставил резиночку. С такого вот наборчика. Сюда. А здесь вывернул шпильку. Выкину и поставлю болт. Колхоз. Но под крышкой здесь колхоз не видно. Ничего страшного. Если вдруг захотят почистить фильтр. Открутят. Ничего страшного. Никуда не денешься. Ну и пойдем сейчас. Дубль 2. Попробуем. Случилось ли чудо. Саня-то напилить или нет. Оп. 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 А. чудеса как будто подменили такая пила вы просто совет дам людям которые что-то по пыхах делают или не внимательны смотрите что вы вообще делаете его всяких проблем не будет будьте повнимательнее всем пока